ребят всем привет это алена вы на моем канале сегодня говорим как стать здоровым советы которые реально работает мне уже так достали лично меня вот эти все советы но как бы ни о чем улыбнись подтянись отожмись и и и засни ну как бы вот такое вообще не работает как стать здоровым которые советы которые работают напоминаю что у нас у каждого есть свои генетика да и не все ее знают у кого-то это хронические проблемы а у кого-то это история связанная с эпигенетикой то есть если мы живем где-то где очень загрязнено воздух вода еда некачественная но как бы какая бы тут генетика не было тут у нас включается вообще жизнь тлен многие говорят но даже самый слабый организм можно поддержать и сделать все чтобы качество жизни и самочувствие человека были хорошими это очень важно любителям уповать на генетику стоит помнить о том что генетика предполагает а эпигенетика располагает так вот почему мы болеем во многих случаях я сразу хочу сказать вам что уже пора прям таки начать беречь себя болезнь не возникает на пустом месте она возникает тогда когда уже организм абсолютно нет ресурса и в данном случае необходимо коррекция многих процессов не оля я схожу в аптеку куплю сегодня там то завтра другое так не работает в ресурсном состоянии как туда себя во первых вернуть как восполнять и восстанавливаться напишите кто хочет действительно почувствовать себя более менее комфортно вот как в детстве проснулся отдохнул улыбнулся и правда там все все нормально если вы чувствуете что нет сил очень важно себя начать во первых на этом подлавливать и делать такой моёчек все я устала ресурса нет дальше не поеду то есть если вы живете в постоянном энергодефиците то уже состояние здоровья не будет таким как раньше и нужно будет делать совершенно совершенно новые задания новые вещи и очень очень важно с этим будет поработать следующее наладить сон супер важно и кто не спит у них будут проблемы по всем моментам потому что сон это практически единственное энерго восполняющие и восстанавливающие средства если нет энергии и ресурса то пора как я говорю уйти в спячку и в постельный режим кому-то необходимо неделя кому-то меньше я не собираюсь писать какой-то там сильный момент который просто вас напрягает о важности сна но напоминаю что про дефицит мелатонина я уже снимала отдельно ролик посмотрите его другой момент дефицит мелатонина это одна из причин онкологии достаточно серьезной поэтому пиковая концентрация этого гормона достигается во время сна другой момент если плохо спите избегайте физических серьезных нагрузок за два-три часа до сна приходя домой как раз таки выключайте все источники синего цвета это тоже влияет другой момент телевизор телефон не залипайте в этом старайтесь держать себя в моменте который называется актуальный момент для на своего физического состояния если вы старше 45 лет в этом возрасте достаточно важно обсудить моменты со своим эндокринологом потому что здесь уже нужно контролировать многие процессы другой момент подъем устраиваете в 6-7 часов утра когда ваш организм сам находится на естественном пике кортизола и дофамина так и голова будет работать хорошо и желание что-то делать появится обязательно старайтесь работать по биоритмам другой момент минимум стресса у меня всегда такой вопрос приходят люди в какой-то зал смотрю с какими-то энергетиками энергии 0 заливают химию дырявит себе этот кишечник создают себе дефициты и оля не отжались присели и упали вот вот такого делать себе не надо если у вас нет энергии лучше погуляйте подышите свежим воздухом но не лейте в себя всякую дичь которая не даст вам не цинку не йоду не железо усвоится и создаст еще проблема с жкт то есть мы понимаем все что попадает сюда попадает вот сюда и ну и еще там по всему циркулирует то есть то есть understand короче стресс виновник системного воспаления если у вас хронический стресс не знаю там разводитесь женились переезжаете пукайте как эти что вы там делаете надо с этим разбираться стресс виновник системного воспаления и онкологии я всегда об этом говорила без с высоким уровнем стресса нет половых гормонов нет нормального стероидного профиля вообще все начинает быстрее разрушаться поэтому длительный стресс это катаболизм организма и тут начинается посещение всех врачей просто всех эндокринолог гинеколог психолог флеболог продолжите эту тему просто важно себя подловить что вот у меня сейчас длительный стресс я должен себя беречь я должен вот так вот себя кормить я должен спать вовремя то есть самому себе нужно внушать и объяснять не отдавайте свои жизненные силы на какие-то сильные особенно переживания мы живем в удивительное время и в нашей жизни все возможно другой момент больше обнимайтесь я не знаю людей у которых вообще какие-то болячки какая-то фигня они обнимаются улыбаются и стресс быстренько уходит и они быстрее восстанавливаются то есть вот это эндорфины которые вам дают быстренько в кровоток повышать настроение другой момент я считаю что очень важно начать с собой разговаривать выписывать свои мысли на бумагу читать их и действительно смотреть туда ли вы живете потому что очень многие что-то мне пишут не туда я живу другой момент больше гулять на природе потому что она восстанавливает для меня нет большего кайфа выйти не просто не всегда на это время есть в парк и просто я не могу передать это листва валяется когда еще мне хочется там вообще часами как ребенку ходить и радоваться ну просто столько времени нет на это но когда вы гуляете на природе я прихожу домой например такая вдохновленная мне столько всего хочется потому что потому что организм получил заряд другой момент обеспечить питьевой режим если блин организм обезвожен опять посмотрите мое видео про обезвоживание там важно что если например нет электролитов нормальных кровотоки то вы будете чувствовать хроническую усталость и еще один момент добейтесь ежедневного стула через стул мы выводим все токсины и отходы если у вас проблемы со стулом обратите на это внимание потому что здесь нужны и например там и семена подорожника можно и взять в общем я дело отдельном это видео снимала я напоминаю что нет стула нет срачки есть болячка поэтому ребята думать если проблема с желчью то здесь нужен фосфодил холин холин работает через желчные кислоты и если у вас например запоры то здесь поможет донат магния если у вас проблема с желчью то есть лицетин подсолнечника или фосфодил холин и свои 7-10 тысяч шагов делайте обязательно и я считаю что важно минимизировать сладкие фрукты для того чтобы организм перестроился тогда тогда сразу начнется резко поднимется кислотность начнут усваиваться белки но не во фруктах только делайте но просто из-за вот этих всех рационов кислотность снижается и потом начинаются проблемы с усвоением короче слушайте меня берегите поджелудочную железу не допускайте сильно частых скачков глюкозы и инсулина частое дробное питание это добровольное убийство поджелудочной об этом многие знают но почему-то все равно себя так же держат другой момент поддержка печени никогда не будет лишний здесь можно принимать детокс печени в общем есть травы которые на и хербель там где вы можете найдите сейм гиптрал я не советую без вообще без доктора другой момент восполнять дефицит и минералов это важно если у вас например дефицит магний витамина c йода это нужно с к факторами принимать об этом я писала статью снимала отдельно ролик и на моем ю тубе и на моих социальных сетях было как все восполнять по минералам и витаминам короче ребята надеюсь вам вот такие краткие видео они полезны и понятны потому что можно искать сколько угодно волшебная таблетка от а вы найдите волшебную таблетку для надеюсь вы меня уже нашли пока пока подписывайтесь на мой канал пишите комментарии приходите в консультации все сказала пока